Я руководитель в крупной компании. Почему все подчиненные, кого я вкладывал больше всего силы, души, рано или поздно меня предавали? Это все связано с отношениями. Вот смотрите, если вы хороший, серьезный руководитель, то надо изучать, что такое отношения. Есть отношения с равными, со старшими и с младшими. Если вы начинаете делать с младшими отношения как с равными, то эти люди расслабляются в деятельности и рано или поздно начинают вас эксплуатировать как старшего. У вас больше возможностей, они поэтому вами начинают пользоваться, манипулировать и в конце концов предают. Это первая причина, почему младшие предают. И вторая причина заключается в том, что есть два типа мотивации. Есть мотивация страхом и есть мотивация идеей. Идеей — это никогда не может быть деньги. Деньги никогда — это не идея. Если вы мотивируете зарплатой человека, это значит, что вы мотивируете его страхом. Это не мотивация идеей. Мотивация идеей означает, что ваша деятельность, она нужна Богу. И вы вдохновляете людей действовать для развития внутреннего, то есть трудиться для Бога. Вот у меня сейчас 70 человек так трудятся в моем предприятии. А попытайтесь это понять, что если вы не можете мотивировать людей духовной энергией, если вы не собираетесь с ними, не обсуждаете духовные вопросы, тогда надо их держать в строгости. Если нет ни одной из мотиваций, значит, люди расслабляются, и вы их можете потерять. Мотивации только две — или страх, или вдохновение. Одно из двух. А если человек не имеет ни страха, ни вдохновлён духовным, значит, он, несомненно, будет наглеть и мучить вас. Без всякого сомнения. А в целом, если вы хотите серьёзно знакомиться с этой темой, на это надо читать целые лекции. У меня есть много-много лекций. Я думаю, что лекции 15 я уже для лидеров прочитал в Москве, в Питере, если не больше. Изучайте их, и вы найдёте на все эти вопросы. Это ключевые вопросы. На них очень много я говорил в каждой лекции.